Всем привет! С вами Сережа и Медведь. Сегодня хочу показать очередной вездеход, который выезжает из цеха, уже обкатанный. К сожалению, видео с обкатки не будет, забирают прям вот-вот. Оранжевый Prime. Сейчас пробежимся по опциям, которые были установлены, потому что машины делаем действительно для каждого индивидуальные. Собственно, все. Смотрите. Машина в оранжевом цвете. По наружке с вами видим канистры колесные, каркас безопасности, багажник. Здесь врезаны стекла, соответственно, уже еще одни добавлены для лучшего обзора для пассажиров. Здесь все штатно. Ну, как-то так. Да, выхлоп здесь мы видим. Здесь планар установлен 4 киловатта. Вот, но, наверное, планары, друзья, я ставить больше не буду, потому что, ну, все-таки, лучше ставить Vibasto или Вундешпехер, немного переплатить. Потому что, как бы, ну, все равно другое качество. Планар, ну, так, греет, да, работает, да, безотказный, да, но есть свои нюансы в плане установки, выхлопа. Так, сейчас с вами посмотрим свет снаружи, габариты и ближний, включи, пожалуйста. Здесь стоит линзованный, оптика, соответственно, диодная. То есть так вот, сзади обычный. Включи круговой, отдельно тоже посмотреть. И люстры тоже включай. Боковой свет здесь тоже сделан линзованный. Источник света практически не видно. Сзади слим. Камера заднего вида. Монитор, кстати, здесь семерочка. Сейчас заглянем в салон, посмотрим. Вот. Кофрочка. Ребята с Таганрога просят показывать. То есть, ну, достаточно прочная конструкция. Недостаточно, она на самом деле охрененная. Здесь сделана дополнительная влагозащита на ней. И дополнительные пластиковые арматуры внутри. Для того, чтобы она держала форму. Вот. Вот эти части зеркал сделаны с гальваники. Крепленница. Замки запирания спереди. Замки. Показывал. Так, давай внутрь попадем, посмотрим, что у нас внутри. Соответственно. Сейчас приборочку глянем. Кулиса. Здесь все понятно. Руль тоже в подарок сделали бортовой компьютер. Со всеми пирогами. Вот. Панелька. Поворотнички. Ну, не буду рассказывать, что вы здесь знаете. Добавилось. Сейчас на машинах кнопка. Не кнопка. А лампочка аварийной сигнализации уровня тормозной жидкости. Вот. Так, семерочка дисплей. Ну, здесь все как обычно. Памятка. Печка. Регулировка. Включение USB. Спереди. В принципе, все. Включатель массы. Салон. Салон. Спальник общий. Отделка, да? Говорил. Пластик здесь. Пластик на боках внутри. Да, давай экран посмотрим. Сделан потолочный экран. Люки, да. Соответственно, сделаны и передние, и задние люки. Так. Потолочный экран на андроиде. Неплохая такая штуковина. Сейчас я туда перелезу, мы посмотрим. Подсветочка салона. А в экране тоже есть штатная подсветка. Салона. Даже говорит о том, что нужно пристегнуть ремни безопасности. Дверь, да? Говорил, ремешки. Закидывание. Чтобы закрыть можно было. То есть, ну, такая компоновка двери, на самом деле, гораздо удобнее. Вот даже зимой, да? Ноги опил, раз зашел. То есть, это не перекидывание, не перелазание. Вот такая штука получилась на андроиде, я сказал. Неплохо. Плюс сделаны колонки. Полностью мягкая отделка. Да, выключатель планара. Он дублируется еще с пультика. Розеточки вывели тут с задней части. Я хотел подключить Xbox, но времени у меня на это нет. Порубать. То есть, ну, системка мощная. То есть, можно Xbox, PlayStation подключить. Погнали. Колоночки сейчас запилим. Шумку у него, конечно, классно сделали здесь. Прям это. О! Загораживают, наверное, спальники еще, да? Да. 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 Выход из машины, да, как выглядит. Теперь открыли стекло. Открыли, то есть, замок, да? Дверь пошла у нас. Начала падать в мой раз. Все. Аккуратненько. И в той же последовательности, соответственно, уже. И стекло. Кабинку впереди, так, не особо показал, да, разъем под лебедку. Жидкостной отопитель между пассажирским и водительским сидениями. И вот так вот. И вот так вот. Так вот. Аккуратненько. Но ты, так вот. Ха-ха-ха-ха. спасибо большое ребята и самое главное все так пока пока ген на связи когда он будешь сразу звание сейчас на правый сразу на м7 до